Добрый день, дорогие зрители канала Садовый мир! Сентябрь в разгаре, многие из вас уже потихонечку прощаются со своими дачами, уезжая, закрывая сезон, а это значит, что ранние посадки огурчиков у многих уже отплодоносили, теплички нужно уже готовить к новому сезону, и многие из вас уже с посадками огурчиков прощаются, а это значит, что нужно обратить на некоторые моменты, чтобы в следующем сезоне получить такой же шикарный урожай, без болезней, без вредителей. Если были какие-то проблемы в текущем сезоне, нужно обязательно учесть свои ошибки и провести работу над ними, чтобы в следующем сезоне не было вот этих вот неприятностей. На фоне меня есть тепличка, она старенькая, ей уже 14 лет, обычно из поликарбоната, с крышей двухскатной. В ней в этом году у меня росли огурчики раннего потока, как вы помните, мы вместе с вами их посадили. Теплицу комплектована инфракрасным обогревателем, но пользоваться я ими уже не буду, потому что в ближайшее время посадки свои аннулирую. И вы в комментариях задавали вопрос, почему, Анна, в этом году в августе вначале не посадили рассаду огурцов на третий поздний поток, который собираете, как правило, до середины октября при благоприятной погодной обстановке с подогревом и до конца октября. Все дело в том, что я тоже человек, я тоже иногда отдыхаю, поэтому у нас запланирована поездка, и мы заранее не знали, и вот такие поздние огурцы не посадили. Честно говоря, двух потоков, вот ранних и высаженных в классическое время, где-то в конце, в середине июля, где-то ближе к третьей декаде июня точнее, нам хватило за глаза для всей нашей большой семьи и поесть вдоволь огурцов в свежем виде, приготовить массу блюд из свежих огурчиков, в том числе мы сделали просто колоссальное количество заготовок, и сейчас до сих пор мы огурчики собираем, и тем не менее оставлю всего буквально две плети во второй теплиц, для того, чтобы братьки могли приезжать, срывать их, ведь по закону подлость, как всегда бывает, только вы огнировали посадки, хочется свежего огурца, так вот, а остальные я буду буквально на днях ликвидировать и заниматься подготовкой. Давайте проговорим по списочке, я специально для новичков это сделала, чтобы сделать грамотно обработку теплицы и на какие моменты нужно обратить внимание, чтобы на следующий год получить здоровый урожай. Дорогие друзья, давайте начнем с основных основ, с почвы. Что делать после того, как мы зачистим все наши посадки? Все свои плеть огурцов я буду уничтожать. Я их сначала сниму вместе со шпалерами, свалю в кучу, грубо говоря, и потом у меня муж просто сожгет их, освободив от ПВХ этого шпагата. Кроме этого, у меня посадки все замульчированы, и вы в комментариях задаете вопросы, что делать с мульчей, если она у нас на грядке остается. Если у вас не было каких-то очень серьезных заболеваний, корневых гнилей, скажем так, фазариозных увяданий, то такую мульчу, в принципе, можно оставить на следующий сезон. Сгребсти в сторонку, пролить биопрепаратами и заниматься подготовкой почвы уже непосредственно к следующему сезону. Например, заправлять грядки свежими компонентами органическими, такими как компост, перепревший полностью навоз, если это у вас будут огурчики, допустим, какая-то подстилка из-под животных. Можно, например, сделать теплые грядки по типу компостника для того, чтобы потом на эту теплую грядку уже весной посадить и полюбивые культуры. Однако, если у вас были проблемы, такую мульчу лучше убрать и заложить в компост, соответственно, перед этим обработав. Чем можно обработать такую почву, если у вас были, например, корневые гнили, фазариозные увядания, мучнистая роса или, например, другие заболевания, касающиеся именно огуречной культуры или смешанных посадок, какие у вас были в тепличке. Ведь не секрет, что тепличка одна и культур мы множество комбинируем. Проливайте почву по поверхности комплексом, таким универсальным дезинфектором. Это осенью такую обработку делаем в виде опрыскивания либо пролива медный купорос. 100 граммов на 10 литров воды размешиваем и раз в 5 лет делаем такую обработку почвы. Он является в том числе и подкормкой, но, однако, такую обработку делать часто не рекомендуется, поскольку медный купорос сильно закисляет почву. После этого нужно использовать раскислители и, соответственно, такую обработку делать только осенью. Зимой мы будем добавлять сюда снег, и со снегом все это через почву пройдет, и, соответственно, почва у нас оздоровится. Весной используем обязательно биопрепараты для заселения полезной микрофлоры в такую почву. Что сделать еще? Если у вас были проблемы, например, в виде корневой гнили, чем можно обработать почву, например, другими препаратами? Это бактофит, гомоир и триходермир, извиняюсь, оговорилось. Если у вас была мучнистая роса на огурчиках, используем уже фунгицид таких гомоир, топаз, фитоспорин, но он такой более слабенький, его нужно комплексно использовать в течение всего сезона. Квадрис, тиавиджет. Вот такие распространенные препараты, которые можно встретить практически в любом садовом центре. Если у вас было фазариозное увядание, используйте триховид, тот же самый гомоир, привикур энерджер, очень хороший препарат, который поможет вас, и оксихом. Вот такие препараты, фунгициды, которые мы используем для протравки почвы. Если есть возможность почву обновить, вы можете это сделать. Эту почву, например, внести в компост, где она переработается у вас тоже, либо, например, на открытый грунт, где-то в такие посадки, например, в приствольную крону дерева, тоже с дальнейшей обработкой, а, соответственно, здесь внести свежие компоненты. Какие самые частые распространенные вредители атакуют наши огурчики в течение сезона, и отчего стоит обработать нашу теплицу, в том числе и почву? Это тля, белокрылка и паутинный клещ. Если у вас была белокрылка, используйте следующие инсектициды для обработки теплицы. Загляните в каждую щелочку. Если была белокрылка, обязательно сохраняйте свои посадки. Ведь пока они живы, вредитель питается листочками, высасывает сок, и, соответственно, таким образом вы сможете убить взрослые осадьбы и, скажем так, в промежуточной стадии личинки. Как только вы удалитесь растения, бороться с белокрылкой уже бесполезно. Какие берем инсектициды? Это конфидор, циткор, фитоверм и тепеки. Эти препараты действительно помогают нам в течение сезона, и сейчас еще не поздно их применить. Паутинный клещ, как правило, активизируется в жаркую погоду. Сейчас его уже практически нет в наших теплицах, либо он уже замедляет, скажем так, свой поражающий факт, но, тем не менее, он может сохраниться до следующего года, и если не обработать почву, тщательно стенки всей теплицы, не перекопать на штык лопаты нашу почву, чтобы вредители вымерзали у нас в зимнее время, для этого мы теплички проветриваем, то тогда можно этого путиного клеща получить на следующий год. Какие используем препараты? Это, конечно же, традиционный фитоверм, не забывайте соблюдать кратность обработки. Это биопрепарат, и на плодоносящих посадках тоже можно использовать, если вы сейчас планируете забирать урожай. В том числе, актофит тоже актуален. И обязательно после снятия урожая используйте после всех вредителей обязательно табачную шашку с добавлением серы. Мы про них вам уже рассказывали. Именно вот в этом сочетании вредители очень хорошо убиваются в сочетании инсекцицидами. Тля посещает наши огуречные посадки, и против нее такие препараты эффективны, как искра, кинмикс, энтобактерин, карате, и в том числе табачную шашку, по которой я вам только что сейчас сказала. А если вы используете серные шашки, то защищайте свои конструкции, потом обязательно покрасьте, либо, соответственно, промажьте их каким-то смазывающим составом. Тоже очень эффективная обработка. Вы спросите, довольны ли я в этом году урожаем? Очень. И сейчас уже, скажем так, убитые посадки огурцов свидетельствуют о том, что пора заниматься теплицей. И я хочу напомнить, что в течение всего сезона, начиная с рассадного периода, я использовала вот такое удобрение фертика. Фертика лифт павер. Начиная с выращивания рассады и раз в неделю делала подкормки по листу и подкормить, чередуя их с органическим. Благодаря этому уже второй год я использую его на протяжении всего сезона, и я получаю отличное урожай. И у меня остался этот пакетик. Я его ни в коем случае не откладываю до следующего сезона. Нет, нет, нет. Я его забираю в свой огород на подоконнике зимний. Ведь мы уже приобрели семена и спланировали свои посадки, и в ближайшее время к этому вернемся. Так что фертика лифт павер для огурчиков нам еще пригодится. Ведь мы будем выращивать огурцы еще зимой. Как только маленько разберемся с огородом, для удовольствия скрашивая осенние зимние вечера, мы будем собирать зеленцы у нас уже в городской квартире. К этому вопросу мы вернемся. Ну а вам я желаю успешного завершения сезона, побаловаться огурчиками на посадках как можно дольше, победить всех вредителей, заболевания и успешно подготовиться к новому щедрому урожаю 2023.